С предложением обращения к руководству страны о рассмотрении экономической ситуации в республике выступил депутат Народного собрания Григорий Дюльгер. Учитывая происходящее в республике, люди все возмущаются. У нас вчера объявили, что, возможно, цена на газ будет 14,60 бань, плюс обещают топливо. Может, мы тоже обсудим эту ситуацию и примем какое-то решение, обратимся к нашим властям. Народный избранник Николай Дудуга выразил мнение, что Народное собрание также должно обозначить свою позицию относительно роста цен на энергоресурсы и продукты питания. Вопрос, который есть по газу, конечно, мы должны выразить свое мнение, свое отношение к этому и принять решение, чтобы люди знали, как мы относимся к этому. Да и центр, пора уже наверняка, чтобы Кишинев отлично понимал, что автономия в составе республики Молдовы, но мы тоже должны участвовать в вопросах руководства государства, потому что все, что решается, мы должны только исполнять. Депутат НСГ Александр Тарнавский отметил, что в решении этих проблем исполнительная власть также должна принимать участие. К власти нужно апеллировать и обращаться. То есть, только единственная просьба, уважаемые коллеги, социально-экономическим развитием в Гагаузии и вопросами ценообразования занимается исполнительный комитет во главе с Башканом. И прежде чем обращаться в парламент, нам надо сперва здесь, в Гагаузии, задавать эти вопросы. В ходе жарких дискуссий Георгий Ильичу предложил подготовить обращение к исполнительной власти автономии с целью рассмотрения данной проблемы. Мы должны подготовить в первую очередь обращение к исполнительному комитету с тем, чтобы подготовили план мероприятий, то экономическое время, которое ложится на плечи нашего населения в связи с повышением цен на газ и на другие энергоресурсы. Осенью этого года цена на голубое топливо в Республике Молдова увеличилась более чем в два раза. Помимо этого, наблюдается и ежедневный рост цен на продукты питания. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Артём Топал, ГРТ Новости. Продолжение следует...